Приветствую вас на канале Паяльник ТВ и сегодня на обзоре одноплатный компьютер. История одноплатных компьютеров началась в 1976 году с модели дайна микро. Это сейчас дайна микро нам кажется огромный, но в 76 году это был действительно компактный и самое главное одноплатный компьютер. На фото представлен прототип дайна микро и серийная модель дайна микро. Кстати обратите внимание на макетную плату в левом нижнем углу. Также обратите внимание на плейку на макетной плате. Да-да это порты GPIO. Так что Raspberry Pi не был первым одноплатным компьютером, но Raspberry Pi возродил идею одноплатных компьютеров, вдохнул в эту идею новую жизнь и понеслось. На данный момент насчитывается уже более сотни моделей одноплатных компьютеров. Если есть желание, то рекомендую ознакомиться с обзором 93 одноплатных компьютеров, который опубликован на Linux Gizmo еще в 2016 году. Также на хабре можно найти перевод этого обзора, но не полностью. При просмотре обзоров в глаза сразу же бросается наличие портов GPIO почти у всех одноплатных компьютеров. Итак, разрешите представить Latte Panda. Одноплатный компьютер Latte Panda предоставлен на обзор магазином GF Robot. Имеет следующие характеристики. 64-битный процессор Intel Cherry Trail. Оперативная память DDR3 объемом 2 ГБ. Встроенная флеш-память объемом 32 ГБ. Bluetooth 4.0. Wi-Fi. 2 USB 2.0 и 1 USB 3.0. Ethernet 100 Мбит. Расширение памяти при помощи карт памяти microSD. Видеовыход HDMI. Возможность подключить дисплей по протоколам EP DSi. Также возможно подключить тачскрин. Вес 55 грамм. Размер 110 на 94 на 30 миллиметров. Питание 5 Вольт 2 Ампера. Также существует модель с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. Остальные параметры не отличаются. Panda также имеет порты GPIO, но в отличие от малины, у которой порты GPIO управляются непосредственно процессором, портами GPIO Panda управляет микроконтроллер от Mega32U4, которая в свою очередь управляется через USB. Также имеются порты GPIO управляемые непосредственно с процессором, но их всего 6 и их логический уровень 1,8 Вольт. То есть на одной плате размещены компьютер и Ардуино Леонардо одновременно. Распиновка всех разъемов Panda приведена на следующем изображении. Компьютер работает под управлением операционной системы Windows 10. Личность для меня это плюс. Операционная система, в отличие от Marine, установлена во встроенную память, что также вызывают мне положительное мнение. Также существуют Panda под управлением Ubuntu, но в магазине DFRobot они не продаются. Тем не менее, вы можете скачать дистрибутив Ubuntu на официальном сайте производителя Latte Panda. Для бесперебойной работы Panda необходим источник питания с напряжением 5 Вольт и силой тока не менее 2 Ампер. С питанием у меня возникли некоторые сложности. Дело в том, что я решил использовать 7-дюймовый HDMI дисплей WaveShare с тачскрином, о котором я уже рассказывал в одном из видео на нашем канале. Тачскрин работает по USB, и от этого же разъема USB питается подсветкой дисплея. Так вот, Panda отключалась при подключении дисплея. В тот момент я использовал сетевой адаптер 5 Вольт 2 Ампера. Подключил к повербанку 5 Вольт 2,5 Ампера. Результат тот же. Тогда я пустил вход в тяжелую артиллерию. Блок питания 5 Вольт 40 Ампер. С ним проблемы с дисплеем почти прекратились, потому что nLab Panda все-таки выключается. Версии у меня две. Либо я использовал некачественный кабель для питания панды, либо подсветка дисплея потребляет слишком много, по мнению панды, и она просто аварийно отключается. При этом можно работать при питании панды и дисплея от разных источников питания, что я и делаю, если панды начинают чудить. Но тачскрине в таком случае придется забыть. Немного об операционной системе. Установлена операционная система Windows 10. В моем случае не активированная, о чем постоянно напоминает надпись в правом нижнем углу. Версия панды с активированной виндой стоит на 30 долларов дороже. Замечу, что активация панды через магазин приложений стоит 10 тысяч рублей. И кстати, приходит панда все равно с неактивированной виндой, но в коротке лежит стрейч карта с кодом активации. На мой взгляд, ресурсов панды хватает на десятку. Мне удалось даже запустить ряд некоторых требовательных программ. Например, Компас 3D версии 16 и Photoshop CS6. Но на многое не рассчитывайте. Особенно на игры. Потому что в видеопамяти, как показала программа AIDA64, всего 1 ГБ. Видео воспроизводят хорошо. До разрешения 1280 на 720 пикселей. Видео с разрешением 1920 на 1080 может воспроизводиться с заиканиями звука. Но это связано с малой скоростью чтения информации с флеш-накопителя и битрейтом видео. В моем случае 10989 кбит в секунду. Также я проверил работу программ для управления станком под управлением GRBL. Так как изначально я планировал использовать панду для управления станком. Candle заработал без нареканий. Другим программам понадобился .NET, с установкой которой винда артачилась. Она вообще артачилась насчет любой установки сети, обновления операционной системы и прочее. Проблема с установкой .NET была исправлена через командную строку. Рекомендую этот способ. В итоге я проверил программы Candle, Laser GRBL и NC Corrector, самые востребованные мной программы для работы со станком ЧПУ под управлением GRBL. Как я уже говорил, панду я планирую использовать для управления станком ЧПУ. Поэтому список программ еще будет пополняться. Ну и тестирование панды различными программами для тестирования ПК. В тестовой версии AIDA64 я создал отчет, который я приложил под статьей, которая была опубликована на сайте схем.net. Отчет подробный, все характеристики панды там указаны. Отмечу температуру при не сильной загрузке. Процессор 66 градусов по Цельсию. При этом работает одно ядро из четырех на 33%. Охлаждение принудительное необходимо. Но изначально оно не предусмотрено. Придется придумать что-то самостоятельно. 5 вольтовые кулеры подойдут отлично. К тому же на плате есть два вывода для их питания. В связи с этим выводом также можно подать питание для работы панды. 5 вольт и минимум 2 ампера. Существует новая версия панды Альфа, у которой активное охлаждение уже установлено. Вообще Альфа по многим параметрам круче панды во много раз, но цена на середину ноября 2018 года 358 долларов. В целом впечатления о панде как ОПК положительные. Плюсы, минусы и особенности. Греется. Даже при простой нагрузке ощутимо греется. Необходимо принудительное охлаждение. Греются даже расположенные на плате разъемы USB и Ethernet. Возможно таким образом реализовано отведение тепла при отсутствии активного охлаждения. Но горячий USB разъем настораживает. Плата придирчива к питанию. Я так и не выяснил, что стало причиной сбоев при подключении дисплея с тачскрином. Сейчас я использую короткий кабель и чрезмерно мощный блок питания, и проблемы с самостоятельным отключением возникают редко. Настало время обратиться к так называемому физическому программированию, то есть задействовать порты GPIO. Как я уже упоминал, портами GPIO управляет микроконтроллером от Mega32U4 с бутботером Arduino Leonardo. Замечу, что на плате также выведены порты GPIO с процессором, но никакой информации, как работать с этими портами в документации к панде нет. Расположение выводов микроконтроллера не совпадает с платами Arduino, так что об использовании шелдов сразу забудьте. Микроконтроллер умеет подключаться к USB компьютера напрямую, без преобразователей USB-UR. Таким образом, связь между ПК и микроконтроллером осуществляется по асинхронному протоколу через виртуальный сериал ПО. Очевидно, что процессор ПК никоим образом не может управлять портами GPIO и микроконтроллером напрямую. Необходима прошивка микроконтроллера, который будет получать данные по асинхронному протоколу от процессора, обрабатывать и на основе этих данных управлять портами GPIO. Также эта прошивка должна быть и обратная, получать данные из портов GPIO и отправлять их по асинхронному протоколу в процессор. Сейчас я буду рассматривать компьютерную часть панды и микроконтрольную часть отдельно друг от друга. То есть, когда я говорю ПК, я имею в виду панду без использования микроконтроллера. Когда я говорю микроконтроллер, я имею в виду установленный на плате панды микроконтроллер. Это то же самое, что подключить к ПК Arduino Leonardo при помощи кабеля USB и использовать их так. Но в нашем случае микроконтроллер установлен на одной плате с ПК. Популярным решением является библиотека фирмата для Arduino. В ней реализована работа всех поддерживаемых микроконтроллером аппаратно-протоколов передачи данных I2C, SPI, UART, прямая работа с цифровыми и аналоговыми портами, работа с SHIM и т.д. При этом, если вам необходимо управлять дисплеем, то необходимо будет отправлять данные на дисплей в сыром виде. Не просто print hello world, а байт за байтом отсылать управляющие команды и данные. Потому что фирмата является просто мостом, посредником между ПК и портами GPO микроконтроллера. В нашем случае придется писать свои библиотеки для того языка программирования, на котором вы пишете программу на ПК. Писать придется, ибо они еще не написаны. Вторым вариантом будет написание узкоспециализированной прошивки под конкретные нужды. В этом случае связь между ПК и микроконтроллером также будет осуществляться по синхронному протоколу, но без использования библиотеки фирмата, но с использованием библиотеки Serial. Плюсы и минусы каждого из способов. Поскольку прошивка фирмата является мостом между ПК и портами GPO, то придется изобретать велосипеды в виде библиотек под какие-то конкретные датчики и исполнительные устройства. При этом можно не беспокоиться о доступной под прошивку памяти микроконтроллера. Прошивка фирмата просто будет гонять данные туда-обратно, расти же будет только объем программы для ПК. Из предыдущего также следует, что если вы решите работать с микроконтроллером напрямую, вы будете зависеть от объема памяти микроконтроллера. Библиотека фирмата изначально создавалась для языкопрограммирования процессинг, но также была портирована на некоторые другие языки программирования – Python, JavaScript, .NET, Java, PHP. При этом не все языки программирования имеют библиотеку фирмата, но больше их количества поддерживает работу с компортом. Плюсов в пользу фирмата казалось бы больше, но я выбрал второй вариант – работает с микроконтроллером напрямую без фирмата. Но рассмотрю я оба варианта. Программы для ПК будут написаны на процессинг, потому что это родственный Arduino язык программирования, да и фирмата изначально создавалась для языка программирования процессинг. Исходные коды были найдены в интернет, поскольку в процессинге я никогда раньше не программировал. Пример первый. Работа через фирмата. Код для микроконтроллера приводить не буду, потому что используется стандартный скетч стандарт фирмата в библиотеке фирмат. Данная программа создает окно, в котором изображены 13 квадратиков, которые символизируют цифровые выводы Arduino. Кликая по квадратикам можно изменять логический уровень на выводах микроконтроллера. В следующем примере процессинг принимает данные строку от микроконтроллера и выводит в консоль. В следующем примере рассмотрена передача данных от ПК к микроконтроллеру. Процессинг создает пустое окно. Если щелкнуть мышью внутри окна, то загорится светодиод. Отпустили кнопку мыши – светодиод погас. Третий пример – взаимный обмен данными. Также окно. Если щелкнуть внутри окна, то данные с ПК отправляются в микроконтроллер. Микроконтроллер принимает данные и отсылает данные в ответ. В примере это просто строка, но можно передать данные с какого-либо датчика. Не забывайте, что Panda – полноценный компьютер с сетевыми функциями и Bluetooth с возможностью подключить камеру, принтер и многое другое. Поэтому полученные микроконтроллером данные можно передавать на какое-либо облако интернета вещей, с веб-камерой получить изображение и обрабатывать его по помощи OpenCV. Возможности много. Впрочем, как и у Raspberry Pi. По большому счету у Panda и Mali много общего. Они могут выполнять одинаковые задачи, разница в подходе к портам GPO. И нестандартный подход к управлению GPO у Panda дает некоторые преимущества перед малиной. В то время как ПК отключен, микроконтроллер продолжает работать, при условии того, что подно питание. Ну и немного сравнения Малины и Panda. Текстовая версия обзора опубликована на сайте схем.нет Особая благодарность магазину DF Robot за предоставленный одноплатный компьютер на обзор. На этом все. До новых встреч на канале PayElect TV.